Госуниверситет объявляет дополнительный набор на специальность геология. Геологи сейчас очень востребованы. Учиться студенты будут на бюджете за счет государства. Есть образцы настоящей нефти, которая разведана в Западной Сибири. Там есть такое место, Тюмень, Тюменские месторождения, где очень крупные месторождения. Там и газ, и нефть. Кроме того, есть еще образец в этой колбочке молдавской нефти. У Тюменской нефти запах алкидной краски. Самая приятная нефть молдавская. Когда-то она пахла духами. Нашли ее в советское время в селе Валены на границе с Румынией. Нефть там, кстати, добывают до сих пор. Геологи ищут не только нефть, но и все, что спрятано под землей. Гравий, известняк, щебень, сломополезные ископаемые и подземные воды. Именно геологи находят медь, марганец, иногда даже серебро и золото. Золотоносная руда с уральского месторождения Качкарь. Эти залежи золотоносных руд находятся на глубине примерно 500 метров на этом месторождении. Поэтому добыча идет закрытым способом, с помощью шахты. Нужно спуститься в эту шахту, потом закладывают взрывчатку, взрывают, а потом эту породу поднимают наверх. Геологи очень нужны Приднестровью, поэтому Госуниверситет объявил дополнительный набор. Впервые именно по специальности геология предлагают бюджетные места. Всего их пять. Даже если наберут троих студентов, откроют группу. Обязательно будет трудоустройство в республике, что очень важно. Во-вторых, если выпускник, если он отучится нормально и получит диплом, у нас диплом российского образца, он сможет поехать куда-то в другую страну, допустим, в Россию, и очень тоже хорошо там устроится. Потому что сейчас геология – это отрасль, где большие деньги. В университете есть всё, чтобы подготовить хороших специалистов. Геолого-палеонтологический музей, экспонатом которого по 500-600 миллионов лет. Техника для компьютерной обработки пород. Здесь готовят геологов-практиков. Каждый год экспедиции выезжают в Рыбницу, Каменку, Строенце. Там породы обнажены, есть и месторождения. Профессия, говорят преподаватели, интересная. Очень подходит тем, кто любит природу и путешествия. Это такая очень уважаемая специальность. Когда-то она была такого романтического направления, потому что с геологами всегда были такие ассоциации. Это какие-то дальние дороги, песни у костра. Сейчас немножко поменялось время, но всё равно это всё осталось. Вот эта романтика геологии, она всё равно осталась. Документы на поступление в пятницу ещё принимают с 9 утра до 14.00 в деканате факультета. Если не успеете, можно позвонить в приёмную комиссию госуниверситета или зайти в аудиторию 104, там помогут. Сдать нужно будет всего один экзамен, математику. Оценки по родному языку и географии смотрят по аттестатам. Ирина Руснак, Алена Чернявская и Михаил Нестеровский, ТСВ.